Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала центра Сангейтс. Наши координаты 847-226-9956, телефон эфира 224-795-7796. Вопросы можно задавать нам по скайпу. Вопросы можно задавать по скайпу. Это Сангейтс 1-0-8, солнечные ворота. На конце буква С, Сангейтс 1-0-8. И сегодня у нас день необычный. Сегодня, во-первых, пятница, с чем я всех и поздравляю. С одной стороны, с другой стороны, эта пятница попала на дату, которая всем известна. Это 11 сентября. И об этой дате мы не можем не говорить. Произошла страшная трагедия в этот день. Все, конечно же, это знают. И у нас на связи Нью-Йорк. Корреспондент Ярослав Бекли-Мишев. Ярослав, здравствуйте. Добрый день, Михаил. Добрый день всем, кто нас слышит. Ну или вечер, если по Москве. Действительно, 11 сентября это настолько знаковый день, от которого уже никуда человечество не уйдет. И прежде всего те, кто живут в Америке, да и в принципе все человечество, я думаю, в тот день содрогнулось от ужаса того, что творилось. Никогда еще против мирных людей, но не считая войн, не считая Второй мировой войны, скажем, не произошло вот такого вот в мирное время, не произошло такого преступления, которое бы унесло такого количества жизней. Это, наверное, первое. Поэтому день 11 сентября, он как бы останется уже всегда такой довольно интересной исторической вехой, после которой, в общем-то, мир изменился. И, наверное, все обратили внимание, что мир изменился. Во-первых, все увидели, ну, некоторые звериные оскал определенных групп, которые существуют в человечестве. Я не хочу говорить о религиях ни в коем случае в этом деле, потому что это все не так. Я не хочу говорить о государствах, о каких-то конкретных. Но действительно, у определенных групп в этом мире есть оскал вот именно такого рода. Ничего более страшного не повторялось в мире после этого, слава богу. И говорили о том, что вот так вот, наверное, патриотический акт, который работал в Соединенных Штатах определенное время, защитил Соединенные Штаты от дальнейшей волны терроризма. Но просто хочу напомнить, что на самом деле между этими волнами терроризма существуют, ну, какие-то определенные пределы. За восемь лет до этого была попытка теракта, опять-таки, против Всемирного торгового центра. Этот знаменитый взрыв в гараже, который произошел, и он в действительности был рассчитан на то, чтобы обрушить опоры, по-моему, северного здания, и чтобы северное здание завалилось на южное. Но, тем не менее, этого не случилось, потому что не рассчитали там то ли заряд, слава богу, то ли еще что-то. По-моему, даже машину не подвели вот к этой вот опоре. И поэтому именно тогда Всемирный торговый центр не пострадал. В результате его все-таки добили этими самолетами. Да. Ну, а я хочу добавить со своей стороны, как человек, который занимается нумерологией, о некоторых совпадениях, которые, вероятно, уже тоже многим известны, но, тем не менее, мы о них скажем. Сегодняшняя программа, которая у нас обычно идет с Ярославом по пятницам, она называется Terra Incognita. Ну, какой-то связь между этим есть. Terra Incognita означает непонятное, необъяснимое, невероятное, и просто огромное совпадение, которое хранится, вот таится в этих цифрах 9-11. Ну, во-первых, надо сказать с точки зрения планет, девятка – это Марс. Марс – это огонь, это пожары, это война, это что-то такое, такое. Поэтому день – это не случайный. На Фейсбуке, если мы зайдем на Фейсбук SunGates Radio, то мы найдем, там есть некоторые факты об этом, но на самом деле именно факты, которые говорят о том, что произошло 9-11 сентября, и факты такие. То есть в названии Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити – 11 букв. В названии, допустим, того террориста, который, не буду называть сейчас фамилию, который как раз-таки в 93-м году запланировал разрушение башен Близнецов в Нью-Йорке – 11 букв. Расмин Юсеп. Расмин Юсеп, да, совершенно верно. А в имени Джордж Буш – 11 букв. В то время он был президентом. В самолете номера 11 летело 92 пассажира, 9 плюс 2 – 11. В самолете 77, который вторым самолетом был, который влетел в башню, было 65 пассажиров, 6 плюс 5 – 11. Номер телефона, как мы знаем, emergency или службы спасения в США – 9-11. Количество жертв на самолете, которое потерпело крушение, составило 254. Если мы просуммируем 2 плюс 5 плюс 4, будет 11. 11 сентября – это 254, опять же, количество жертв в самолете день в году. Те же 11. В Мадриде в 2001 году произошел взрыв, 3-го 11-го – это цифра 11. В Милане произошла тоже трагедия, в Мадриде, точнее, произошла трагедия через 911 дней. Те же самые 11. Ну, много еще раз совпадений. Не будем мы говорить о том, что… Ну, мы знаем о том, что террористы – это мусульмане, которые в этих самолетах как бы руководили, пилотировали эти самолеты. И вот там есть… Ну, опять же, есть исследователи всего этого, и приводится в Коране известное там стихотворение. И вот стихотворение Корана, вот где производится о том, что сыны там арабы, они разобьют этого орла. Ну, как мы знаем, символ орел – это символ США. И вот это содержится… Гербовый символ, скажем так. Гербовый, совершенно верно, да. Стихи Корана, они содержатся под номером 9-11. То есть эти совпадения настолько невероятны, что просто кажется… Ну, их настолько много, что это просто действительно невероятно. Еще есть, много есть таких фактов. Они непростые совпадения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова